Александр Кузнецов, Виктор Григорьевич, вот вы говорите, что Запад насаждает лженаучные знания в развивающие страны, но у них тоже в образовании то же самое, Эйнштейн, Хокинг и так прочее. Получается, лженаука в развитых странах все заполонила, они вообще там строят коллайдеры, ищут бозоны и получают колоссальные гранты. Может есть страны, где в образовании лженауку разоблачают и печатают адекватные учебники. К сожалению, на всей планете лженаука заполонила все. Это хотя бы по индексу цитирования видно, по ресурсам, сохраняющим научные материалы. У нас нет уже чистой науки на планете нигде. Я говорю, цивилизация наша, вот планету захватили дуры, наша цивилизация катится под откос. Это действительно так. Есть переборы, по странам есть разница в этой науке, по насаждению лженауки. Такого агрессивного насаждения теории большого взрыва, я сомневаюсь, что оно где-то есть. Нам это запихали уже в школьный курс. У нас ребятишки, когда астрономия читалась, они едут такие и разговаривают друг с другом о большом взрыве. А большой взрыв это что? Это мы разрушаем государство. Когда вот преподаем большой взрыв, казалось, да где большой взрыв, да где государство. Мы когда преподаем большой взрыв, мы разрушаем государство. У нас есть вещи, на которых держится государство. Вот атеистических земель на планете нет. Все земли принадлежат каким-то конфессиям. Да, вот наше государство держится на религии, на православии, которые позволяют нам друг друга не убивать по всей нашей большой стране, да. И держимся на казачестве. Держалось наше государство на казачестве, потому что казачество держало границы нашего государства. Это два таких столпа, на котором держалась мощь нашего государства. И непосредственно мы видим две жестких атаки на казачество и на религию. Так вот, теория большого взрыва это самое разрушительное воздействие по всем религиям. По православию, по исламу и так далее. Это просто... Если был большой взрыв, значит никакого бога, ничего тонкоматериального, все это ерунда, мы все умрем, вообще жить бессмысленно. Детей рожать бессмысленно, родину защищать бессмысленно. Это удар по государству. Это вот просто большой взрыв. Мы все умрем. Фигня. Чего, а? В школу ходить? Нафиг. Большой взрыв был, мы с большого взрыва все умрем. Все. Это вот мы воспитываем детеныша. Большой взрыв это обман, это сказка, недостоверно. То есть мы, когда эту бесовщину полоумную, слабоумную, разрушающую нашу цивилизацию, бесовщину. Ну, садомиты реально, вот как, можно подумать новые термины. Ну, был садом Гамора, где вот эти трансгендеры, хренендеры, которые путаются, с кем размножаться, да, что-то там исполняли. А вот садомитый термин, да, сейчас все эти многоэтажей гендеров, это садомиты, вот из тех терминов. Можно выдумать новые термины? Пидорасы вас заставили использовать тех термины, звать их ЛГБ-тарастами, да, и вы зовете, да, значит, вы слушаете приказы пидорасов. Обычно вот есть слова, которые их обозначают. Есть бидорасы. Это не матершинные слова. Блядь, это блудница. Блядь, да, это не матершинное слово. Его надо употреблять. А если вы законодательно убрали слово «б***» из обращения, то вам надо бы говорить такое «женщина распутного поведения», да, или что-то. Конечно, социальная обязанность. Да, да. Вам уродуют русский язык. И вот есть же вот эти вот морковки, которые у нас на законодательном уровне, наш русский язык некоторые слова записывают в матершинные, да. Просто были зоны применения в разговоре с кем, когда можно использовать эти слова, можно не использовать, да. Потом какие-то институтки придумали, что слово «фалос», оно более гуманно как-то там, или в простонародье не знает альтернативы, да, и так далее. И они вот на притаскивали этих слов, и что, собственно, если мы нарисуем эрос, фалос, они чем-то будут друг от друга отличаться? Да ничем, это та же самая биология. Поэтому это просто спекуляции, спекуляции о мате, раз уж зашло мат, у нас такие отношения, да, мы материмся, это грешно. Батюшки нас за это ругают, да, мы такие покаялись немножко, там, образно, это такая схема. А на самом деле мат – это защитный механизм. Мат спас тысячи жизней. Немые люди в так данных ситуациях бы поубивали друг друга, да, а обладающие… Есть хороший анекдот на эту тему. Как прервать спор двух глухонемых, выключить свет, это вот… Ужасно. Нет, ну вот бывают ситуации, что вот когда все, уже до края почти убивать человека, просто отматерили, стало легче, и человек живой, и осознал, и понял, и дальше ушли. А так бы прибили, да? Ну вот это вот действительно сдерживающий механизм. Когда вот… И альтернатива, ну вот ругательство и мат – это как бы все равно разные полки. Везде чмочище конемордая, хреногрыз от кобылиной, везде суйка уходриснутая. Это же… Это ругань, да, она тоже… Она не матершинная вообще, она как… Ругаться и материться – это как бы… При детях, вот, в воспитательных целях при детях нежелательно до какого-то возраста материться. Ну поскольку дети бегают рядом, возникает опять что-то проблема. В целом материться нехорошо, но это инструмент, который с нами есть, это часть русского языка, никуда это не денется. Кто-то прям хорошо материться, красиво, кто-то не умеет материться. Акценты, акценты. Когда ля-ля-ля-ля-ля, на одном тембре, а потом громко «пися» и ля-ля-ля-ля-ля дальше. Ну, как дети это делают? Так и взрослые порой. Регламентировать надо, в общественных местах материться не надо, в детских садах-то однозначно в школах не положено материться, и люди должны понимать, где вот она эта зона ответственности. Но из жизни это никогда не устранится, это не надо устранять. В принципе, там ни одного неестественного слова-то нет. Все про продолжение жизни и про сексуальное отношение. У нас просто сейчас это вынесено в отдельный образовательный предмет, когда сексуальное воспитание ребенка. Раньше был маткомплект, который, ну, если слова передают один и тот же смысл, как вот это слово плохое-то хорошее. Вот мы назвали кружка и черпашка, только черпашка это матершинное слово, означает одно и то же. Ну, как? Чем они отличаются? Ну, да, у нас есть там в этом плане детские слова, с которыми мы разговариваем с детьми. У нас отдельные слова, с которыми мы говорим об этом с детьми, на тему детскую. Есть взрослые. Ну, это часть жизни. Что-то модернизировать, то, что не ты создал. Вот это из поколения в поколение наши предки этим пользовались, они считали это обычным. Они даже не задумывались, необходимо это или не необходимо. Это естественно. Зачем ломать естественный ход вещей? Кто тебе дал право ломать традиции? Или ты думаешь, что нетрадиционное общество лучше, чем традиционное? Традиционное общество позволяет удерживать эту территорию, жить своим сообществом. Тут без вариантов. Мат – это часть нашей жизни. И ни у кого нет права нас лишать нашей части жизни. Эпоминут опломбов. Ваше определение прямой ничем не отличается от кривой. Попробуйте оспорить. Ну, как бы забег такой на удачу. Попробуйте оспорить. Но вам кажется, что мое определение прямой ничем не отличается от кривой. Что здесь оспаривать? Аргументацию вы не привели. Ну, вот у нас прямая – это линейная величина, не замкнутая, не ограниченная с двух сторон. Вот прямая. А если линейная величина, не ограниченная с двух сторон. Линейная величина – это одномерная протяженность. Предметное выражение пространственной протяженности в каком-либо из направлений. С ориентацией по произвольно заданной геометрической оси. Геометрическая оси. Не по геометрической кривой, а по геометрической оси. И линейная величина. Вот. Эта линейная величина – это по прямой, по накратчайшему расстоянию. Не по изгибам. Направление – это тоже место удаленной точки. А вот искривление – это отклонение формы объекта, расположенного в пространстве, от прямолинейности. То есть, если у нас по умолчанию прямолинейные какие-то объекты прямые, не кривые, есть кривые объекты. Вот кривые, они как раз отличаются. И когда в определении прямой сказано, что это линейная величина, заходите в линейную величину и так, как вы смотрите, линейная величина – она прямая или кривая. Пространственная протяженность по одному из направлений. Вместо удаленной точки мы в этом направлении ее продлеваем. Выбрали это направление в пространстве. Вот у нас есть объект пространства, мы в нем выбираем место для объекта. Можем выбрать место для кубика, можем для шарика, можем для прямой. И она у нас будет одномерно. Тут как бы претензия… Ну, человек хорошо, что подмечает, он слова всматриваются. Ну, претензия так-то несостоятельна. Так, направление места удаленной точки, искривление, отклонение формы от прямолинейности. Геометрическая прямая-прямая линия, не загнутый с двух сторон, протяженный, не искривляющийся геометрический объект, поперечное сечение которого стремится к нулю, а продольная проекция на плоскость дает точку. То есть вы просто дочитываете определение до геометрической прямой, прямая линия, не загнутый с двух сторон, протяженный, не искривляющийся геометрический объект, поперечное сечение которого стремится к нулю, а продольная проекция на плоскость дает точку. То есть тут все отличия от кривой перечислены. Проекция на плоскость дает точку? Дает не искривляющийся геометрический объект. Это значит не кривой. Так что претензия ваша гораздо, но несостоятельна. Магвалрон. Кстати, Виктор, мне пришла в голову мысль, как, находясь на ваших позициях, можно нагладно и убедительно аргументировать, что все частицы взаимно отталкиваются друг от друга. Это упругость воздуха. Мы можем сжать воздух, уменьшить его в объеме, но возникнут силы, стремящиеся вернуть частицы на прежнее расстояние друг от друга. То есть это может выглядеть как аргумент в пользу того, что все частицы воздуха находятся не на случайном расстоянии друг от друга, а при попытке их сблизить возникают силы взаимного отталкивания между частицами воздуха. Ну, зачитано, Магвалрон, но с этим, как бы, даже с этой концепцией официально физика иногда спорит, может поспорить по причине того, что воздух они порой записывают в хаотичное движение, вот именно как сжимаемый газ, им не нравится его в ряде случаев рассматривать. С таким я сталкиваю, Алан Сан. Вот человек оказался в информационном пространстве, у него насчет некоторых вещей возникают сомнения, ему нужны четкие ответы. И вот он пытается для себя их найти, а со своим интеллектом компромисс это быть не может. Ответы должны быть убедительные и бронебойные. Вот он ищет ответы. Это хорошее свойство интеллекта. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». С вами был Виктор Катя. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»